Здравствуйте! Если вы считаете себя домашним мастером, то есть способны отличить отвертку от дрели, то установка водочистителя Барея Профиосма точно не станет для вас проблемой, а поможет вам в этом наше короткое видео. Перед началом работы, чтобы не устроить в квартире поток, не забудьте перекрыть кран холодной воды. Соответствующий вентиль, как правило, расположен или непосредственно под мойкой, или в санузле в специальном коробе. После этого сбросьте давление в трубе простым открыванием крана холодной воды. Подготовка завершена. Начинаем. Вот новый отдельный кран для нашего фильтра. Ему нужно найти такое место, чтобы было удобно пользоваться, и при этом, чтобы не было проблем с его креплением и подключением. Обычно выбирается угол мойки или примыкающий к нему участок столешницы. Мы установим кран на столешницу. Для этого просверлим в ней отверстие сверлом диаметром 12 мм. Перед тем, как устанавливать кран, не забываем надеть на его нижнюю часть резьбой декоративную хромированную накладку и резиновую шайбу. Она большего диаметра. Вставляем кран в отверстие. Снизу надеваем на него чуть меньшую по размеру пластиковую шайбу и совсем небольшую металлическую. Полученную конструкцию затягиваем гайкой при помощи рожкового ключа на 14. Новинчиваем снизу фитинг. Убедитесь, что внутри него установлено резиновое кольцо-прокладка. Первый этап пройден. Вот что должно получиться в результате. Следующий этап – установка переходника адаптера. Разводным ключом отсоединяем гибкую подводку смесителя от трубы с холодной водой. И на ее место навинчиваем адаптер. Убедитесь, что резиновое уплотнение находится на своем месте. И опять-таки через прокладку навинчиваем на адаптер только что снятую гибкую подводку. Теперь отворачиваем гайку шарового вентиля и надеваем ее на синюю пластиковую трубку. Трубку, в свою очередь, с усилием натягиваем на шаровый вентиль. А гайку затягиваем рукой. В избежание повреждения пластиковой трубки не рекомендуется использовать специальные инструменты. Итак, врезка водопровод сделана, но нужно еще сделать преску в канализацию для дренажа обратноосматической мембраны. На вертикальном участке сливной трубы между раковиной и сифоном сверлим отверстие диаметром 8 мм. Наклеиваем на скобу с отверстием прокладку. Надеваем дренажный хомут на сливную трубу, совмещая два отверстия. Равномерной затяжкой винтов добиваемся положения, при котором скобы сидят на трубе максимально плотно и располагаются при этом параллельно друг к другу. В фитинг дренажного хомута вставляем черную пластиковую трубку. Теперь установим модуль обратноосматической мембраны в корпус водоочистителя. Для этого сначала нужно отсоединить пластиковую трубку от фитинга в крышке. Затем отверните крышку специальным ключом из комплекта. Ставьте мембрану в корпус и вдавите ее до упора. Наверните крышку на корпус обратно и вставьте трубку в фитинг, как и было изначально, то есть примерно на 17 мм. Не переживайте по поводу надежности соединения. Инновационная технология Push and Fitting обеспечивает полную герметичность при невероятной простоте сборки. Главное вставить пластиковую трубку в фитинг до упора на глубину примерно 17 мм. Если вам потребуется разобрать полученное соединение, просто прижмите цангу фитинга до упора и потяните трубку на себя. Настала пора установить кран на накопительную емкость. Оборачиваем резьбу двумя-тремя слоями ленты FUM. Рукой наворачиваем кран до упора и слегка затягиваем разводным плечом, не прилагая чрезмерных усилий. Вставляем в фитинг крана красную пластиковую трубку. Итак, можно приступать к окончательной установке водоочистителя. Выбирая место под раковиной, следует помнить, что пластиковые трубки, идущие в комплекте, длиной полтора метра. В этих пределах должно быть расстояние от фильтра и до крана с чистой водой, и до шарового вентиля. Установите водоочиститель и накопительную емкость так, чтобы сохранился доступ к шаровому вентилю, а соединительные трубки располагались свободно, без натяжения и перегибов. Водоочиститель также можно подвесить на стенку кухонного шкафа. Ставьте свободный конец синей пластиковой трубки во входной фитинг водоочистителя. Для удобства можете воспользоваться угловым фитингом. Свободный конец красной трубки подключите ко входу пятой ступени. Белой трубкой соединяем выход пятой ступени и кран чистой воды. Незадействованным остался лишь один конец черной трубки. Ставьте его в фитинг ограничителя потока. Барьер профи-осмо полностью готов к работе. Но перед тем, как пускать воду, убедитесь, что фильтр подключен в соответствии с этой схемой. Итак, пора наполнять систему водой. Убедитесь, что в закрытом положении находится и кран накопительной емкости, и шаровый вентиль. Открываем кран чистой воды. Открываем вентиль на трубе с холодной водой. И, наконец, открываем шаровый вентиль, подающий воду на фильтр. Вода из крана чистой воды польется не сразу. Сначала из системы должна выйти весь воздух. Это займет 5-10 минут. Но даже когда вода польется, напор будет небольшим, ведь у нас все еще перекрыт кран на накопительной емкости. Это нужно для промывки системы. Весь воздух вышел. Кран чистой воды можно закрывать. Вскоре после этого прекратится поступление воды в дренаж. Оставьте систему под давлением примерно на 10 минут. Убедитесь в отсутствии протечек. В случае необходимости подтяните подтекающие соединения. Теперь можно заполнить накопительную емкость. Открываем соответствующий кран и ждем, когда прекратится поступление воды в дренаж. Сливаем воду из емкости и повторяем процедуру еще раз. Это необходимо для промывки системы от консервирующих веществ. Все. Ваш фильтр-барьер полностью готов к работе. Пейте на здоровье чистую воду. Но не забывайте в течение первой недели эксплуатации ежедневно проверять надежность соединений. И, конечно же, регулярно меняйте сменные фильтр-элементы. А сделать это проще простого. Перекройте кран на накопительные емкости и шаровый вентиль. Сбросьте давление в кране чистой воды, открыв его. Отсоедините пластиковые трубки и извлеките водочистители из кухонного шкафа. При помощи идущего в комплекте пластикового ключа отсоедините пятую ступень. Отсоедините фитинг и открутите крышку четвертой ступени. Извлекаем модуль обратно от соматической мембраны. При помощи идущего в комплекте пластикового ключа отверните колбы. Выньте использованные фильтр-элементы. Колбы тщательно промойте теплой водой с использованием средства для мытья посуды. То же самое проделаем с крышкой. Вымыли – идеальная чистота. Теперь обратим внимание на две вещи. При установке новых фильтр-элементов важно соблюдать их порядок. Убедитесь, что резиновая прокладка на месте и не повреждена. При необходимости заменить ее запасной из комплекта. Приступаем к сборке. Подключаем трубки и устанавливаем водоочиститель на место. Откройте шаровый вентиль. Откройте кран на накопительной емкости. Ваш барьер «Профиосмо» снова готов к работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова